Приветствую вас. Юля, по моим ощущениям, вы задаете свой вопрос. Немножечко не корректно, потому что мы психологи и, соответственно, гадать за других людей не можем. То есть сказать о том, почему ваш мужчина ведет себя именно так, мне кажется, можно вечно, можно бесконечно. И на мой взгляд, совершеннейшим образом, ничего хорошего из этого не получается. Что можно констатировать как факт, так это то, что вы испытываете обиду от того, что он так себя ведет. С чем эта обида связана, как мне кажется, очень важный момент. Почему? Потому что, вероятно, вы чувствуете отвержение, вероятно, вас это задевает каким-то образом. Но, может быть, дело в целом в том, что вам как-то вот кажется не достаточно интересным то, как вы живете. То есть, я имею в виду, что, может быть, вам неинтересна ваша жизнь, вот, ну, такой вот, может быть, в полной мере. Вам неинтересно жить, ну, самой, например, для себя, да? И вы не можете переключиться, то есть, вы чувствуете, чувствуете, что, ну, что, вами мужчина не интересуется, вот, и, соответственно, это означает, что вы неинтересны, это означает, что вы не нужны, ну, ему, например, это означает, что, ну, вы чувствуете, как вас, как вас обесценивают. Вот. И мне кажется, что подобная позиция, конечно, делает вас уязвимой очень сильно, мне кажется, что подобная позиция делает вас не самостоятельно, очень сильно. И мне кажется, что, ну, тут, конечно, многое зависит от вас, но мне кажется, что при желании своем вы могли бы это исправить, вы могли бы это подкорректировать, чтобы было, ну, более, может быть, комфортно это для вас, чтобы вы себя чувствовали более независимым от человека, от его действий. Вот. Если, конечно, вам этого хочется, если, конечно, вы в этом заинтересованы, потому что, ну, может быть, может быть, такая история, что вам это неинтересно, может быть, вы, ну, позиционируете себя так, что вам это не нужно, вот, и вы вообще считаете, что, например, люди должны проводить время вместе, вот, и вы считаете, что, ну, вот, ваши такие вот претензии, они обоснованы вполне, они, кстати, действительно могут быть вполне обоснованы, но вопрос немножко в другом, да, вопрос в том, человек-то сам, он готов соответствовать вашим, вот, требованиям, требованиям, или нет? Потому что, если он не готов, то вы можете просто, ну, требовать и требовать, как бы, да, толку-то, толку от того, что вы, там, требуете, условно говоря, вот, вот, толку от этого никакого нет, поэтому, здесь, мне кажется, вам нужно смотреть, именно на, именно на то, как вас это напрягает, и, ну, условно говоря, работать, работать в этом направлении, то есть, работать в направлении того, чтобы, вот, снижать, как-то, уровень, такой вот, зависимости, потому что, получается, что снова и снова вы обижаетесь, получается, что снова и снова вы проживаете, негативные эмоции по причине того, что человек не ведет себя так, как вы считаете, он должен себя вести, и, соответственно, меняется, ваше, условно говоря, ваше, условно говоря, восприятие себя, мне кажется, что это потенциальную угрозу несет для отношений, потому что, ну, вы просто человеку можете кидать претензии, вот, на которые он, в свою очередь, будет реагировать, ну, словно говоря, мол, делаю, делаю, что хочу, и, как бы, все, вот, и вы, в итоге, оказываетесь в прогреше, вот, но, получается, обида от, вот, от определенных ожиданий, вот, иногда от страхов, иногда, вот, ну, ожидания происходят, почему, потому что, а есть, а, блокирование своих, а, собственных желаний, вот, у вас есть какие-то, какие-то желания свои, да, вы их блокируете, и перекладываете ответственность за них на, там, условно, вот, ну, на условного мужчину, вот, и, в итоге, а он это не дает вам, он этого не реализовывает, ну, то, вот, чего, например, вам, вам хочется, допустим, да, вот, и, в итоге, получается, что вы становитесь, ну, вот, тотально зависимый от человека, ну, или, или, если, или, если, или, если, или, если, не, подобно зависимый, то, ну, вот, просто зависимый, в общем-то же. Вот, поэтому решать это, мне кажется, как минимум вам, да, как так вот получается, что человек, вот, ведет себя, ну, таким образом с вами, вот, и, что дальше с этим делать, мне кажется, так же решать нужно вам, потому что понятно, что мы вам не подскажем, как действовать, мы не подскажем, как правильно, мы не подскажем, как верно. Вот, в конце концов, если, если это ваша позиция, то есть, позиция, например, в том, что касается, вот, ну, поведение, например, в отношениях, да, вот, то вам добавить позицию, как мне кажется, надо озвучить человеку, человеку, вот, ну, предварительно нужно разобраться в себе, конечно, предварительно, разобраться в том, что происходит именно с вами, именно с вами, вот, потому что это чувство, вот, ну, рэкетные, рэкетные чувства, вот, значит, когда вы пишете, что мне обидно, почему не хочется проводить время сомнения, или какая-то ваша тревожность, сомнения, страх, вот, вот, не значит, что их не должно быть, это значит, что на них надо обратить, ну, обратить внимание просто, вот, и как-то вот услышать то, что они пытаются вам, вам условно говоря, сказать, именно страхи ваши, вот, такой ответ могу вам дать. На этом все, надеюсь, что было полезно, надеюсь, что было интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это поможет вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи! Спасибо! 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 Спасибо!